Друзья, привет! Сегодня мы с вами поговорим о подготовке к марафонскому бегу. Собственно, как подготовиться к марафону. В основном нужно нам, конечно, использовать некий план, по которому мы готовимся. Просто взять и пробежать марафон, к сожалению, да, к вашему сожалению, это невозможно. Первое, что мы должны соблюдать, это режим. Соблюдение режима, графика и, соответственно, недельный километраж, обязательно, чтобы он у нас был не меньше шести километров в неделю, не меньше, а желательно даже, чтобы эти пробежки были не меньше трех раз в неделю. То есть это вы можете даже неделю распределить на тренировки через день. Нежелательно тренироваться три дня подряд, а потом делать колоссальный отдых в виде еще четырех дней и снова начинать тренироваться. Это приведет к тому, что ваш организм не будет успевать адаптироваться к нагрузке. Соответственно, также, как и какую цель вы преследуете, вставая на дистанцию 42 километра. Будь это просто пробежать или же вы хотите показать определенный результат. Ну, здесь есть свои нюансы в подготовке. Если вы хотите показать определенный результат, вам придется поработать над собой, чем-то рискнуть. Я всегда говорю ребятам, что вам нужно понимать, что вы должны жертвовать. Жертвовать временем своим. Ну, в первую очередь, временем. Во-вторых, это то, что где-то нужно будет добавить момент и восстановительный, потому что при беге на результат, определенном марафонском беге, он требует особую подготовку. Именно в плане больше восстановления, потому что 90% нашего результата это восстановление. Не будет восстановления, не будет результата. Вот такая вот взаимосвязь. Также добавляем в подготовке и работу на скорость. Иначе говоря, очень много у нас сейчас есть всевозможных планирований, планов. Также у нас есть и много беговых клубов, которые предоставляют нам такие возможности готовиться. Но, тем не менее, не забываем и про то, что нужно бежать технично, потому что марафон требует особой подготовки в плане техники бега. Особенно это чувствуется, так скажем, на тридцатом километре. Ну, даже бывает и пораньше, в зависимости от того, насколько вы готовились к самому марафону. Потому что очень часто бывает, что если вы участвовали, опять же, или, быть может, планируете участвовать, но при этом читаете многочисленные отзывы. Ну, по крайней мере, я именно так делала, когда я планировала бежать в свой первый марафон. Перечитывала множество отзывов ребят, которые пробежали марафон. И вот эти слова о том, что я там поймал какую-то некую эту стену марафонскую. Стена марафонская, я думаю, многие слышали о ней. Когда, грубо говоря, организм встает, ноги не могут бежать, и, возможно, бывает и пульс там зашкаливает. Ну, соответственно, это приводит к тому, что мы переходим на шаг или вообще останавливаемся и не знаем, как нам добраться до финиша. Если ваша цель просто пробежать, то вы не бойтесь переходить на шаг. Это не страшно. Но главная задача, опять же, подготовиться к нему плавно, спокойно и, главное, без того ощущения, которое мы должны испытать на финише. А мы должны испытать на финише только позитивные эмоции. Если мы испытываем негатив, то, естественно, ни к чему хорошему это не приходит. Потому что потом у нас наступает неделя, а то и больше даже после марафона, когда мы еле ходим, еле поднимаем ноги. Не говоря о том, что подняться по лесенке, это вообще отдельная история для многих, которые там на следующий день как инвалиды, как цапельки, может, возможно, видели множество видео. Последствия марафона, когда на следующий день там люди просто лежат и не могут ничего сделать. Это говорит о том, что готовились люди неправильно. Так вот, вернемся к подготовке. Недельный километраж, работа на скорость, соответственно, с техникой бега работаем. А работаем мы с техникой бега, выполняя специальные беговые упражнения, функциональная подготовка. Это тоже ОФП, на укрепление определенных групп мышц. Как и говорилось изначально, отдых, восстановление, чтобы у нас все это было в одной купе. Что именно входило? В восстановление у нас входит, это посещение бани или сауны. Это посещение обязательно массажиста. Если у нас нет возможности посещения массажиста, то постараться делать самый массаж, который, в принципе, даже рекомендую я всем своим ребятам делать после каждой беговой тренировки, в частности массаж стоп. То, что нам, так как у большинства из нас есть уже какие-то приобретенные проблемы со стопами, с ногами, со спиной. И любой вот этот момент, он играет важную роль в подготовке. Потому что, как правило, после километра тридцатого у нас… Ну, почему я акцентирую внимание на тридцатом километре? Потому что, как правило, опять же, именно после него наступает момент некой, я бы сказала, медитации. Когда человек бежит, и уже вроде как бы тяжело, и вроде уже не так уж и тяжело, но при этом мы движемся вперед. И поэтому здесь нужно больше акцентировать внимание на том, что мы делаем. Очень часто, я замечаю, после тридцатых километров уже про технику вообще люди забывают. И это со стороны смотрится достаточно печально, на самом деле очень печально, потому что хочется помочь человеку, поддержать. А когда ты видишь угрюмое лицо, вот такой перекошенный корпус, еле волочишься ноги по земле, естественно, ни к чему радостному это не приносит. Ну, а про то, что как человек финиширует, и на полупрямых ногах доходит до финиша с медалью финишера на груди, как-то… Да, хорошо, да, круто, но какой ценой. Потому что марафонская дистанция, она достаточно агрессивно дает нагрузку на организм. И для этого, соответственно, нам необходимо работать. Вот. И, наверное, самый важный момент в подготовке к марафону для того, чтобы преодолеть, да, пробежать свои первые 42 километра – это длинные тренировки. Их обязательно нужно добавлять в тренировочном плане. Почему? Потому что изначально мы должны понимать, что марафон – это, ну, если наш первый марафон, это бывает от трех часов. Ну, не будем брать тот момент, который там люди, когда готовятся, изначально уже на результаты из трех часов, да, потому что для многих три часа – это некая грань, да, которую нужно преодолеть, но для этого нужно хорошенечко поработать. А в основном это три с половиной, четыре часа, ну, бывает даже и больше, нахождение в движении, в беге. И если мы не будем выполнять какие-то длительные тренировки, то, соответственно, наш организм просто не будет к этому готов. И, как результат, сведенные мышцы ног по дистанции, просто учащенное сердцебиение, ну и, опять же, вся эйфория самого бега, она исчезнет. А мы идем немножко по другому пути. Мы идем к тому, чтобы все было круто, да, как бы это, пусть я повторяюсь, да, но, тем не менее, изначально мы идем для того, чтобы не только преодолеть себя, потому что границу преодоления, на самом деле, мы не всегда можем понимать. Очень много ребят, кто говорят, я там готов, я там преодолею все свои дистанции, но, тем не менее, элементарная неготовность к преодолению приводит к тому, что после преодоления своего, да, он еще восстанавливается, а бывает и год восстанавливается, как бы это ни звучало, вот, потому что многочисленные вот эти вот я смогу, я сделал, я там преодолел, медаль повесил и довольный, ни к чему порой бывает ни хорошим не приводит, кроме того, что у него на стене, да, мы увидели, что он получил свою заслуженную медаль. Соответственно, недельный километраж, работа на скорость. Здесь, наверное, остановлюсь более поподробнее, потому что работая над скоростью, мы, во-первых, добавляем и бег, 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 в частности, интервальный бег. Для тех, кто не знает, да, интервальный бег, это у нас бег в более быстром темпе, чем мы планируем бежать марафон, но бывает как и через большой промежуток отдыха, как и через короткий промежуток отдыха, плюс темповые тренировки, когда мы бежим примерно, вот, если мы планируем бежать марафон, да, то мы темповые тренировки делаем в режиме, которым мы, к примеру, пробегали 21 километр. Также учтём тот момент, что при подготовке к марафону желательно пробежать некую серию стартов, которые подведут нас к этому старту. Опять же, есть достаточно много вариантов выбора, когда мы можем стартовать на 5 километров, после 5 пробежать десяточку где-нибудь, после десяточки 21, и после 21, как правило, опять же, выбирает уже 42. Сейчас есть масса вариантов выбрать, какой именно старт понравится вам. Главное, чтобы был момент отдыха между стартами, потому что очень часто я наблюдаю, когда ребята за неделю до основного марафона пробегают какие-то полумарафоны, а потом оказывается, что потом они пишут там, я вот не восстановился, я не рассчитал силы. Вы для себя ставьте определённую цель. Если вы хотите её преодолеть, окей, вперёд и готовьтесь. Просто для себя ставьте установку какие-то старты основные и какие-то старты, грубо говоря, промежуточные, на которых вы будете на чём-то акцентировать внимание. Очень часто, допустим, на марафоне говорят акцентировать внимание на пульсе, особенно на первой половине, потому что бывает, что толпа несёт. Вот с самого начала, если кто стартовал хоть раз на массовых забегах, то первые, наверное, 5-6 км марафонской дистанции бывает очень часто просто несёт себя толпа, причём, может быть, нести с такой скоростью, с которой вы не бегали никогда. Вот как бы это ни звучало, потому что у нас там адреналин в крови бушует, мы там все волнуемся. Вот поэтому здесь я даже всегда ребятам говорю, кто бежит первый раз, мы в любых случаях при подготовке должны понимать, на какую скорость мы примерно рассчитываем, исходя из наших особенностей. Особенности у нас это и возраст, это и вес наш, да, позволяет ли он бежать нам с определённой скоростью или нет. Ну и, соответственно, сама подготовка, насколько мы готовы к тому или иному результату. Я всегда говорю, вставайте с письмейкерами, они сейчас есть на всех забегах, это те люди, которые бегут с определённым темпом, как правило, опять же, они бегут ровно, то есть бегут каждый километр с определённым темпом, и бывает, что первые 6-10 км, когда люди бегут с пейсер, он у нас правильно будет зваться, бегут и говорят, да блин, мне вообще легко, я красавчик, да, а после километра 25-го, в итоге получается, что как-то подсаживаются, опять технично перестают бежать, устают и отстают даже от того человека, который их вёл на определённый результат, ну и печально понимают, что, значит, были не готовы. Также в подготовке используется очень важный момент, даже самое главное в пробегании длинных дистанций, это питание. Питание по дистанции, питьё по дистанции, всё это нужно тестить, тестить посредством того, что мы на длинных тренировках используем те же питательные энергетические гели, батончики, чтобы понимать, насколько у нас организм переваривает ту или иную продукцию, потому что сейчас вариантов выбора питания достаточно много, поэтому, чтобы выбрать определённое что-то, вам необходимо, ну я предлагаю даже ребятам выбрать 2-3 геля разных фирм и производителей, и, соответственно, тестить на длительных тренировках. Почему на длинных? Потому как просто съесть обычный гель, это будет, ну как съесть плитку шоколада, по факту, потому что он очень сладкий, приторный, какой-то густой, какой-то более, как вода, да, которую запивать не нужно, но, тем не менее, эффективности вы не почувствуете, потому что на длинных тренировках, на длительных тренировках, на длительном беге именно у нас совсем по-другому работает организм, и поэтому бывает, что то, что нам в обычной жизни может подходить, и никак не давать никакие сбои на желудок, да, то при длинном беге, вот как раз-таки это можно ощутить очень здорово, потому что, ну, примеров масса, да, когда и вроде ребята бывало тестили на каких-то коротких там тренировках, на скоростных тренировках, а в итоге, когда вышли на длительную тренировку, снова стали использовать те же гели, ни к чему хорошему это не привело. Бывает, что организм не переваривает гели в плане того, что не дает достаточно энергии, и для этого используются батончики, а также есть энергетические батончики. С ними немножко сложнее, потому что, естественно, во время бега вам придется жевать, да, а это излишне, ну, как получится, придется погасить скорость, возможно, даже перейти на шаг, но, тем не менее, как правило, опять же, если все использовать верно, верно, в нужном направлении, в нужные сроки, вот, по срокам в плане использования гелей, по моим рекомендациям, опять же, это после первого, ну, 50 минут, часу бега мы съедаем первый гель или батончик, и потом каждые 4-5 километров, наверное, так скажу. Мы, ну, во-первых, на всех соревнованиях почти стоят пункты питания, пункты с водой, именно в таком промежутке. На каждом пункте стараться пить воду, если, соответственно, погода очень жаркая, то, быть может, чтобы прихватить губки, которые помогают нам, да, облить себя. Если достаточно прохладно, то не забывать пить воду, потому что вода у нас выводится, но при этом не усугублять, да, то есть не пить постоянно и много, потому что бывает, что отекаешь к концу забега от того, что выпил очень много воды. И каждые 5 километров гелий, вода, гелий, вода. Здесь важный момент, также после километра 20-го кто-то начинает использовать энергетические гели, которые, ну, как бы, бодрят нас, потому что если мы чувствуем некий упадок сил, я вам так скажу, если вы чувствуете упадок сил на середине дистанции, значит, вы к ней не готовы, значит, торопиться никуда не стоит, и стоит просто сбавить скорость, потому что они дают энергию, должны давать энергию чисто на пробегание и поддержание той скорости, которую вы задали изначально. Если вы не можете сохранить ту скорость, из которой вы начали, значит, говорит о том, что вы не готовы на тот результат, на который вы планировали пробежать. Ну, лишний повод, как я говорю всегда ребятам, мотивация для того, чтобы стать немножечко быстрее, но уже на будущем старте, как правило, я каждый раз у марафонцев спрашиваю, ну как, вот ты преодолел дистанцию, хочешь еще бежать? Все говорят, нет, ни за что, все, это мой последний старт, я больше никогда не побегу, но в итоге приходят домой и буквально через пару дней уже находят возможность зарегистрироваться на очередной старт, ставят себе цель преодолеть ее. И бывает, что довольно-таки часто, что преодолевает намного лучше, уже более грамотно, уже более собрано, ну и более понятно для самого себя. Ну, на этом я, наверное, закончу. Надеюсь, для вас было вполне объяснимо. Если вдруг какие-то возникают вопросы, в комментариях можете оставить. Спасибо!